Дамы, господа, княженцы, милые дамы, большущий всем привет, всем доброго, бодрого утречка, хорошего денёчка, великолепного настроения, Палыч с вами, сейчас будем с вами в очередной раз вещать, собственно говоря, лайкос за видос Палычу, комментик напишите, подписочку оформите, и мы с вами начинаем. Говорим сегодня с вами, мы, такую, знаете, незатейливая тема, значит, про Натахину киску. Нет, Натахина киска, это, знаете, это не её кошка, не её, там, дочка, сыночек, это её киска в виде не то, не киски даже, а целой тигрицы. Значит, Натахин в последнем ролике хвалится тем, что, наконец-таки, собрали шкаф, показывая вот этот шкаф, собственно говоря, на протяжении всего ролика демонстрация одного шкафа, разговоры про шкаф, наполнение шкафом, гардеробом, короче, супер качественный контент. Начинаем мы, ребята, со шкафа. Шкаф собрали, да, по поводу того, красивый, некрасивый, тут, как говорится, на вкус и цвет товарища нет, нет, чисто я бы такой бы не стал бы устанавливать, лишь только из-за этой одной кошки. Если чистое зеркало условить, тогда да. А кошка, ну, сами понимаете, такое делать, сегодня кошка вроде бы нравится, собака, потом попугай, и по итогу-то, что получилось, я имею в виду рисунок, может, это просто банально надоест. Но, предположим, Наташка, она у нас любительница всего такого кошачьего, собачьего и прочего, но вы мне главное объясните, кто этот шкаф будет мыть. И я не говорю сейчас про внутреннее его задержание, про полки, вытирание пыли и так далее. Кто будет мыть его зеркало? Кто будет протирать этого тигра? Кто будет тигру протирать морду и чистить его усы? Потому что то, что будет губариво стоять с тряпочкой, с специальным средством для очистки стекола, зеркал, и будет натирать этот шкаф, ну, мне в это сомнительно верится. То есть, дед подойдет к шкафу, поест, возьмется за этот шкаф, возьмется руками, она возьмется руками, там, один, второй, третий раз, и, сами понимаете, зеркала будут заляпанные. А у самого шкаф зеркальный, то есть, сам знаешь, что это такое. Ну, я думаю, что у многих из вас тоже. Поэтому, значит, шкаф установлен, ну, как вам говорил ранее, что уборка шкафа и его содержание в надлежащем виде, а это, знаете, это, как бы, губариво и вот эти вот моменты все, они противоположные. Ну, да ладно. Значит, касаемо шкафа, опять же, ну, потому что весь ролик был, считая, только про него. Значит, губариво говорит о том, вот, понимаете, она говорит про шкаф, я про себя думаю, блин, сейчас она покажет, как будет его наполнять. Думаю, о чем вот она сегодня засняла свой ролик. Ну, думаю, ну, что она еще может показать? Жиротву, как она готовит. И шкаф. И, собственно говоря, как этот шкаф, она, когда этого Танюха, нагадаю, для поколения, перебирала свои старые шмотки, это, собственно говоря, своими шмотками заполнить этот шкаф. И, на самом деле, значит, уже чуть позже стоит и вещает нам о том, что тут я сложил штанишки, тут еще что-то, еще что-то. В шкафу, на самом деле, есть большая длинная гардеробная вешалка, так скажем, назову я ее. Предполагает то, что на этой вешалке будут висеть курки разные, платья, костюмы. Платья, костюмы, Павлович, о чем ты? У Губаревой там, скорее всего, будут висеть тулуп и двое ватных штанов, и две футболки подтянутых, на этом все. Просто, реально, знаете, надо, знаете, секунду разобраться, если у Губаревой хотя бы одно, одно платье вечернее, или один, знаете, какой-нибудь там брючный костюм, костюм с юбкой, ну, то есть, знаете, такое, чтобы ты повесил на вешалочку, нагладил, и в нужный какой-то момент, в нужный день, идя на какое-то мероприятие, день рождения, в гости и прочее, смог этот костюм надеть. Зачем ей этот костюм? Она наденет тряков каких-то будет, ватных, майку, которая будет весь день работать на территории огорода, и, собственно говоря, в этой одеже пойдет и на день рождения, и на другой праздник. Будь то 1 сентября у Сони, как до этого они там ходили, будет поездка в городе, днюха и так далее. Ну, да ладно. Значит, далее. Помимо шкафа. Что, Павлович, еще сегодня расскажешь? Значит, ну, помимо шкафа, значит, занимается двором, ну, как занимается, показывает, занимается там всю Васька. И шкафы, и дворы, и заборы делает. Косема забора. Купила, значит, надо сегодня, ну, и до этого сетку. Кто-то, видать, как пойти, купила? Кто-то, видать, выкинул эту сетку вжавую, Губарева подобрала. И, собственно говоря, передела Баб-Колю, Баб-Коль, долго думаешь, на так это вперед тебя нынче будет. Значит, ты передела Баб-Колю, взяла ржавую сетку с такими разговорами о том, что на два месяца. Верим, верим, охотно верим. Павлович Вангуевам о том, что эта сетка простоит до лета где-то, не будет денег пока, что на все прочее. Сейчас появятся другие какие-то расходы, статьи расхода, то бишь, знаете, дебет с кредитом не сойдется, и бухгалтерский учет не придет к единому какому-то, какому-то общему значению. И, соответственно, забор как надеет он этот ржавый, так он и будет еще стоять, хрен знает сколько. Короче, соседи, проезжающие мимо, все велкам, все любуемся, не только домом, над этими достопримечательностями, развалинами и прочее, но любуемся еще ржавым забором. Слава богу, хотя бы все эти разваленные и катакомбы она вывезла с территории. Ну ладно, вылезла одни, навезет другие, история, она может, в принципе, вечером тянуться. Наташка может что-нибудь строить, достраивать, перестраивать и так далее. Молодец. Значит, далее. Далее, значит, у нас, как всегда, чтобы занять эфирное время, то бишь, сами понимаете, не будешь же об шкафу полчаса разговаривать, как бы, что там показывать, рассказывать. Значит, займем эфирное время немножечко, собственно говоря, готовкой. Мясо, каша, все как любим, все как привыкли. В вечернее время, естественно, естественно, устало, естественно, больше отдыхать. И самое главное, как я уже вам сказал ранее, супер качественный контент на лицо. Супер качественный, просто, вот от слова, вообще, как бы, да, обтрудилась, обтрудилась, обработалась. И самое главное, приложила большие усилия к видеомонтажу. Ну, сами понимаете, дело-то такое сложное, такой ролик сопоставить, такие много склейку, туда-сюда, уморилась, пятое-десятое. На выходе имеем то, что имеем. Собственно говоря, что имеем, напишите ниже в комментиках. Значит, ну, как бы, как всегда, вам даю, как бы, знаете, такую, как бы, это, мыслишку, чтобы продолжить Палыча. Палыч немножечко наговорил, Палыч немножечко сделал обзорчика. Что увидел, то пересказал. А вы, собственно говоря, перескажете за себя ниже в комментиках. И вообще, у Палыча, вот про Губарева говорю, у Палыча очень супер качественная лапша домашнего производства. Палыч сам делает, высылает. Значит, кому нужна лапша, обращайтесь, пишем ниже в комментиках. Ну, естественно, не бесплатная. Платная лапша у Палыча. Вот какая лапша, видите, свойская. А, одна лапшинка к лапшинке. Губарева, такое не снилось тебе. Вот какая тончайшая. Видите? А? Великолепная. А пахнет и как? Ох, надёртая лапшичка. Вот таких вот ведёрок. Всё, собственно говоря. Да, это, конечно, шутка была. Какую хоть лапшу? Какие хоть пересылки? Не, ну, как бы, у кого кэша много, тут, как бы, да, можно, как бы, дать кэша, а Палыча даст лапшу. Бартер, бартер. Да, ну, кто желает. В общем, это просто, вот, это понимаете, Палычу надо было немножечко сделать эфирного времени для того, чтобы, ну, как у Губарева, 30 минут, 20 минут ролика для того, чтобы заработать на оккупаты. У Палыча 9 минут для того, чтобы заработать на шоколадку. Соответственно, 9 минут подходит своему логическому завершению. Соответственно, надо понемножечку заканчивать. Значит, и, соответственно, Палыч будет сейчас варить очень супер качественную, но никак качественную, супер качественную контенту Губаревы, лапшу, свойскую из удочки и лапшички. Значит, на этом мы с вами заканчиваем. Значит, Борисович, да, я тут опрос, вообще вещь чуть-чуть. Эй, Егор, выключай камеру, хватит с ними трещать. Значит, мне срочно достает включать. Большой палец вверх, подписочка, комментик, все четенько, все гладенько, все very well. Значит, еще раз, всем до новых встреч, всем пока. Блин, 9 минут 30 секунд. Палыч, ты просто волшебник, ты просто волшебник. Как так, я не знаю так. Всем пока. Не, подожди, на 9 минут 30 секунд мы обязательно дойдем. Все, все. Субтитры сделал DimaTorzok